Начать эту партию нужно иначе, да? Чем первый сет. Димаша тоже первый подавала. Вроде бы все варианты испробовала Шарапова. Их смягчало игру на задней линии. Укорачивало. Изменения не дают свои плоды. Так сразу и не вспомнишь мяч, выигранный Машей во время задержанного розыгрыша, да? Срывается. Ауты даже не то, что в коридор, а за коридор вылетают. Магуруза сегодня как настоящая воительница выглядит. Зена королева воин. Зена нервно курит в сторонке. Вы видели, как Магуруза выходила на кор, там уже все было понятно. Она готова просто рвать и метать. У Маши Шараповой на самом деле есть чем ответить. Пока она не может все вместе собрать. Магуруза. Невероятно. Видите, опять игра на задней линии, плотные удары и розыгрыш за Магурусой. И такое впечатление создается, что все удобно сегодня в Магурузе. Она в идеальной позиции и с правого угла, и слева действует настолько свободно. Самый затяжной розыгрыш. 14 ударов. Во брекпоинту Магуруза. И делает брейк Магуруза. В начале второй партии. Вот матч Халеб-Керберг раньше начался, и опережал нас какое-то время. Но там еще тайбрейк только начинается первая партия. Тем временем Рафаэль Надаль приехал на Ролангарос. Надаль Шварцман следом после Шараповой Магурусы здесь на корте Филиппа Шатырье. Многие говорят, что Шварцман маленького роста. На самом деле у него рост метр семьдесят. Не так уж, и совсем Оливер Рохос. Просто на фоне Кевина Андерсона любой бы выглядел маленьким. Статистика первой партии, вы видите, только по активно выигранным мячам. В принципе, превзошла Шарапова соперность. Все остальное гораздо лучше у Магурусы. И на шесть очков в сумме выиграл. Больше. 6-2-1-0. В категории активно выигранным мячам считаются те удары, которые пролетают на вылет. Я так понимаю. Да. На вылет сегодня Магуруса, быть может, не так часто играла, но мы с вами не раз видели, как она шла на опережение. Чая заставляла Шарапову двигаться по всему корту. Вторая двойная ошибка у Испанки. Вот мы тоже отмечали момент, что практически не было своих ошибок у Магуруса. Неужели весь матч она так чисто отыграет? Есть все-таки определенные сомнения по этому поводу. Аут. Да, вот тут, наверное, первая грубая ошибка за сегодняшнюю встречу от Магурусы. Как-то она не очень хорошо подошла. Но Маше нужна любая зацепка. Например, сейчас она появляется 0.30 на подаче Горбини. Второй мяч. вот и Камоны пошли. А вот и брейкпоинты пошли. Первый брейкпоинт для Шараповой в этом матче. Сразу тройной. у Магурусы было 8, она реализовала 3. Мяч трос задел, да? Снова появляется попытка подать с первого мяча. со всей силы вложилась в этот прием Маша Шарапова все, что было отдала. Ну и не зря отдала, сделала тут же обратный брейк. Шарапова по одному счет становится. Что там на тайбрейке? 3-2 Кербер ведет на тайбрейке и подает. Вот неизвестно к лучшему ли то, что Анжели подает. Лучше как раз действует на приеме. Ну и напомню, вела Кербер 4-1. У нас по одному Маша Шарапова сделала обратный брейк. Она готовится к подаче. Было бы неплохо повести по счету Шараповой для самоутверждения. Ну, все время в роли догоняющей не очень. С первого гейма даже если без брейка уступаешь. Особенно когда столь явное преимущество по счету. осуществляет соперница. Двойная значит надо вторую подавать поглубже. пятая двойная ошибка у Шараповой. Но Маша никогда не подает с первой надежно. Она всегда рискует. Бывают игроки, которые почитают просто мяч в квадрат ввести. У Маши не тот случай. вот сейчас 142 километра в час нападала. Может быть и в этом компоненте сейчас немножко перейдут на сторону разума. Сейчас просто настолько хорошо начинают принимать почти все соперницы мощные. оттого, что ты подашь 180 не всегда плюс. Улучшает статистику по активно выигранным мячам справа Горбини Мугуруза. На этот раз удалось пробить на вылет. Великолепным образом разыграла по всему корту мяч испанка. и опять брейк-пойнты. Даже первая подача не помогает Мария. Она вновь упускает возможность выйти вперед по счету. Снова с брейком впереди Горбини в Мугуруз. Но Кербер взяла первый сет. Ухалеб на тайбрейке. Счет тайбрейка 7-2. Глава Международной Теннисной Федерации У нас пока все идет в одну сторону. У девушек на соседнем корте Халеб и Кербер можно было наблюдать качели по счету. сначала одна вела затем вторая. В итоге разыграли тайбрейк теннисистки. У нас Маша Шарапова пока предпринимает попытки зацепиться. отдельные всплески. Небольшие такие. 30-0. Пока в этом матче если на первом втором ударе Горбини не ошибется то затем уже практически все. Шансов мало. Шансов да. Ну вот. Наконец удалось погонять Магурузова по углам Шараповой. Может быть даже не такими сильными ударами как она любит. Вот Томас Хокстед когда выходила во время онкоучинга на турнире в Мадриде и Риме говорил я понимаю что ты любишь сильно бить но посмотри Кристина Младенович слева не может перевести по линии она все время ошибается просто направь мяч туда то есть иногда заводится Маша хочет бить еще сильнее но это американская школа ее так учили с детства не всегда такая игра приносит результат хотя когда она проходит в основном у соперниц шансов нет да но порой надо наступать на горло своей собственной песне это будет и неожиданно для оппонента как тяжело переучиваться и даже такие небольшие нюансы менять в своей игре тем более когда ты как сама говорит Маша уже все-таки на финальной части своей карьеры находишься и такой многолетний опыт за спиной побед это в основном меньше поражений 59 минут играют 2-6-1-3 Шарапова уступает и подает хотя мы видели как Марин Чилич прибавил в передвижении по корту спустя столько лет он вдруг задвигался резче на грунтовых портах то есть до последнего обычно теннисисты предпринимают попытки что-то менять в лучшую сторону всем досталось этим мячем дело заключается в том что соперники ведь тоже прибавляют и ни в коем случае даже топ теннисистам нельзя топтаться на месте да пока ты добавляешь в одном компоненте другие уже могут и в парочке хотя многие скажут а в чем же добавил Роджер он на самом деле очень серьезно изменил свою игру да возраст он понял надо сокращать розыгрыш даже Роджер да решился перемены ну вот это она точно никогда не поменяет я имею ввиду исполнять драйвали она даже в книге писала что папа меня просил чуть ли не слезно умолял играть классическими ударами слета привыкли вперед но боюсь он так и не дождется драйвали в любой ситуации она даже удар над головой не разминает в случае свечи она всегда старается под правой или под левой на драйв воле забежать где тут неожиданно как-то на этом турнире решилась и нас Маша двойная еще одна сегодня сегодня эти двойные прям так как грузики да к одну тянут но дело не только да в двойных ошибках совокупность факторов играет определенную роль просто когда и соперница хороша и ты своими действиями некоторыми на самом деле Магуруза сегодня подает просто выдающимся образом на все углы прочистила не так хороша статистика по брекпойнтам Магуруза из девяти попыток она лишь четыре реализовала и все-таки ошибается Маша и отрыв становится больше 4-1 ну что Мацвиландер и Барбара решили развлечься я так понимаю размяться немного да они решили сыграть в компьютерную игру в теннис ну и кто выиграл кого выбрали во-первых Доминика Тима и Нико Кириос ну интересно он прыгает перед подачей картинно я так понимаю что за темой играет Барбара Шетт они все-таки соотечественники Мац очень серьезен даже во время компьютерной игры да сосредоточен ну девушки проигрывать не хочется даже в компьютерную игру но все-таки выигрывает видимо Шетт все нет все расстроился в реальности лучше боли в спине из-за этого я собственно и уступил снялся с турнира Виландер 4-1 2 гейма до победы Халеб с брейком повела во втором сайте в матче с Кербер но только 1-0 у нас уже 5 геймов сыграли девушки 6-2 4-1 Мугуруса подает никаких шансов даже не дается подачи мугурусом 168 километров в час неплохая скорость для женского тенниса но здесь все-таки точность имеет большое значение вновь вот тоже да 163 но без шансов ваше должна быть постоянно в напряжении потому что сложно угадать направление подачи мугурусом 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 проиграла проиграла больше геймов 6-4 6-3 но здесь встреча еще не завершилась мугурусом в этом матче 14 но они все так прошли мимо да в те моменты когда это особо на ход матчей не сказалось то Гейм выигрывает Мугуруза. 6-2-5-1. Впереди третья ракетка турнира. Была у Шараповой победа над Мугурузой 6-2-6-2 в 13-м году в Риме. Остальные два матча Мария выиграла в трех сетах. Я думала, ты сейчас найдешь статистику, как она с такого счета выиграла. Смотри в листочках. Нет, такого нет. Ты поройся тщательнее. Ну, удивительно. Почти во всех сетах, которые они до этого играли, счет там 6-2, 6-1, 6-3. Очень часто встречается. Всего два сета, где они доходили до 6-4 и 7-5. Все остальное с явным преимуществом. В основном у Шарапова. Но, как мы отмечали, сейчас уже другая жизнь. После того, как Шарапова обыграла Плишкова, казалось, что ему Гуруза, может быть. Ну, не то, чтобы Маша ее снесла с корта. Какие-то тоже моменты были, когда боролась. Пыталась чешская теннисистка. Казалось, что Мугуруза тоже может попасть под этот каток. Но нет. Здесь получается с точностью, да наоборот. Видите, в этом, кстати, всего 9 мячей выиграло. В Шараповом у Гуруза 22. Ну, вот десятки. Сегодняшних четверть финалистов самая старшая. Маша ей 31, Кербер, напомню, 30. 26 Халипа и 24 года всего Мугурусе. Еще один мяч уходит, и это матчбол. Двойной матчбол является у Горби Мугурузы на подаче Марии Шараповой. Ну что, на грунтовую часть сезона пока с Хокслэдом договаривались Шарапова. Я думаю, что следует продолжать. Надеюсь, что... В любом случае сдвиг с мертвого места имел место быть. Один мячбол отыгрывает первые подачи на вылет. Мугуруза выигрывала дважды турнир большого шлема. Ролангарос и Умболдон, но также она была в финале в 2015 году на Умболдоне. Кажется, что больше ей подходит как раз-таки покрытие быстрое, с низким отскоком, трава. Но она выигрывала и на медленных кортах. Три года подряд на обязательном финале большого шлема, да? Вот и все. Горби Мугуруза проходит в следующий круг. 6-2, 6-1. Она обыгрывает Марию Шарапову. Совершенно не получилась игра у Марии. Ну и стоит отметить, что она выдающимся образом провела этот...